Началось заседание с приятного события. Указом президента России за большой вклад в развитие спорта в нашем регионе президенту Федерации Легкой Атлетики Брянской области Юрию Трубину было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры». Далее собравшиеся, а в обновленный состав коллегии вошли ведущие брянские тренеры, руководители спортивных федераций и представители Брянской областной думы приступили к обсуждению главного вопроса повестки – создание в регионе Центра спортивной подготовки. Центр спортивной подготовки – это, скажем так, пирамида выстроенная, которая пока у нас отсутствовала от дюш, с дюшор до училища Олимпийского резерва и вершина – это Центр спортивной подготовки. То есть этот центр подразумевает, что мы будем поддерживать наших спортсменов, ведущих. О необходимости подобного центра говорилось уже давно. Из года в год брянский спорт теряет лучшие кадры. Причем покидают регион не только молодые и перспективные атлеты, но и спортсмены мирового уровня. Самый яркий пример последних лет – Наталья Кузютина. Воспитанница брянской школы дзюдо, золотую медаль Казанской универсиады, завоевала уже в качестве представителя Тюменской области. Чтобы спортсмен знал, что он социально защищен, у него хорошая сумма денег, которую он может потратить для себя для подготовки и для жизни. И он не будет думать, как у нас сейчас в голове практически всех спортсменов. Ага, вот Мособлах сказал, дадим 30 тысяч. Может туда пойти? Москва дает 50 или Челябинск 70. Поэтому нам нужно пока действительно, Алексей Ильич сказал, сделать 10 человек, пускай 15, но знать, что они действительно наши элиты, это наши олимпийцы. Центр подготовки – это не просто прихоть местных чиновников, а веление времени. Такие центры существуют по всей стране. Тем более, что вся необходимая инфраструктура в области есть, нашлись и средства. В областном бюджете на следующий год заложена определенная сумма, которая позволит начать работу в этом направлении. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брянск.